Заключен под стражу и ждет суда. В Магнитогорске пойман телефонный мошенник, который вымогал деньги у граждан, сообщая, что их родственник попал в ДТП. Напомним, с начала этого года в городе совершено уже около 800 преступлений, связанных с мошенничеством, что привело к потере рекордных сумм. Как не стать жертвой, расскажем в сюжете. Если еще совсем недавно мошенники атаковывали владельцев сотовых, представляясь сотрудниками банка, то теперь они устроили охоту на хозяев городских телефонов. В этих случаях они уведомляют о том, что родственник абонента попал в ДТП и ему грозит тюрьма. Именно такой звонок поступил 91-летней медляке Бабайдуловне Васильевой, которой уверили, что она разговаривает со следователем. Он сбил девушку, она в очень тяжелом состоянии. И у него четыре ребра сломлено, и голова тоже разбитая. Наговорили. Вот, значит, сто тысяч надо. А внучка вашего прокурора. Там они договариваются, вы отдаёте сто тысяч, и его выпускают. От мошенника пожилую женщину спасла внучка, которая случайно позвонила бабушке, а затем вызвала полицию. Тогда, почувствовав неладное, за деньгами злоумышленник так и не пришёл. Но на этот раз избежать встречи с сотрудниками уголовного розыска не удалось. Жертвами мошенников стала пожилая женщина, которая отдала 600 тысяч рублей, и к ней приехал молодой человек. Также он планировал забрать ещё около 300 тысяч у пожилой женщины, но бабушка вовремя сортировалась, позвонила своей внучке, и внучка вызвала сотрудников полиции, которые в дальнейшем и задержали фигуранта этого уголовного дела. Задержанным оказался 23-летний житель Пласта, ранее неоднократно судимый за кражи и недавно освободившийся из мест лишения свободы. Как выяснилось, часть полученных денег мошенник оставлял себе в качестве вознаграждения, а остальные переводил сообщникам, которых следствию ещё предстоит выявить. В отношении обвиняемого были возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть 3 данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На сегодняшний день обвиняемый заключён под стражу и ждёт суда. Однако его сообщники пока на свободе и могут продолжить терроризировать жителей. Ваш внук, сын попал в ДТП, то есть это у нас было в году 19-м, прям ежедневно, наверное, на ежедневной основе, потом стихло. Здесь важно, чтобы у нас потерпевшие незамедлительно связались со своими родственниками, незамедлительно позвонились в отдел полиции либо в управление по номеру 02 и сообщили о случившемся дальше работы нашей. Татьяна Артюненко, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.